Художник, скульптор, модельер, иллюстратор, сценограф, путешественник, писатель и даже кулинар. Р.Т. взял себе загадочный псевдоним по первым буквам своего имени и фамилии. Он прожил долгую, очень красивую и насыщенную жизнь, познал успех, запвение и новый взлет, успел насладиться восторгом восхищенной публики и признанием придирчивой критики. Роман Петрович Тыртов, потомок старинного дворянского рода, родился 23 ноября 1892 года в Санкт-Петербурге. Род Тыртовых был известен в России с середины XVI века. По некоторым данным, его основателем был татарский хан Тырта. Мужчины рода Тыртовых служили на российском флоте. Отец – адмирал флота, начальник морского инженерного училища. Он надеялся, что его единственный сын станет продолжателем традиций и сделает карьеру военно-морского офицера. Роман начал рисовать еще в детстве и понял, что именно этим хочет заниматься всю жизнь. Он занимался классическими танцами, любимым чтением были альбомы по искусству, а по залам Эрмитажа он мог бродить часами. Особенно его привлекала древняя культура Египта, Греции, Рима, яркая экзотика Индии, Китая и Востока. На всю жизнь он запомнил посещение оперы римского Корсакова «Садко» в Мариинском театре с волшебной музыкой, сказочными сценами подводного царства и фантастическими костюмами и книги в библиотеке отца с яркими красками китайских и индийских миниатюр. Ярким событием его детства стала Парижская выставка 1900 года, а Париж произвел на него неизгладимое впечатление. Так детские впечатления определили выбор взрослого жизненного пути РТ. Выбирая между танцами и живописью, он выбрал последнее. Он говорил, что мог бы прожить без танцев, но не без живописи. Илья Репин с одобрением отзывался о стиле рисунков романа. Позднее он занимался с художником Дмитрием Лосевским, учеником Репина. Детские мечты о сказочном Париже не оставляли Романа. Он навсегда покинул Россию, когда ему не было еще и 20. Официально в качестве специального корреспондента петербургского журнала «Дамский мир». Он устроился на работу в маленький модный дом Каролин. Однако хозяйка прогнала его, заявив, «Занимайтесь чем угодно, но не пытайтесь стать художником по костюмам. Из этого у вас ничего не получится». Тогда он отправил свои рисунки самому знаменитому кутюрье – Полю Пуаре, которого называли диктатором моды. Под влиянием сценических образов знаменитых русских сезонов он превратил моду в настоящее искусство. Роман Тыртов делал эскизы, платьев, пальто, головных уборов и аксессуаров. Тогда же вместо знаменитой на родине благородной фамилии Тыртов он взял псевдоним Р.Т. Работая на Пуаре, он довел технику рисунка до совершенства. Его стиль полной изысканности, оригинальности и фантазии отражал саму суть только зарождавшегося тогда арт-деко. Этого стиля Р.Т. будет придерживаться всю жизнь, и он принесет ему славу. Тонкие силуэты, роскошные ткани, текучая пластика и удивительное сочетание красок – все это определило искусство первой половины XX века. Он и сам был похож на свои рисунки – невысокого роста, очень тонкий и грациозный, всегда щегольски одетый. Р.Т. начал работать для сцены, создавал костюмы для Парижского театра «Ренессанс», где блистала самая знаменитая экзотическая танцовщица Мата Хари. Предложения о сотрудничестве поступили одновременно от двух самых знаменитых изданий – «Вог» и «Харперс Базар». Р.Т. выбрал долгосрочный контракт с «Харперс Базар». Первая обложка была нарисована для январского номера за 1915 год. За 20 лет сотрудничества он создал 250 уникальных обложек, 2500 рисунков и набросков. Благодаря этому слава Р.Т. стала всемирной. Во время Первой мировой войны Р.Т. переехал в Монте-Карло. Его стиль жизни был столь же изысканным, как и его рисунки. Его вилла находилась на вершине холма над казино Монте-Карло. На изысканные интерьеры виллы приходили полюбоваться. Самым модным развлечением европейских аристократов были роскошные маскарады. Р.Т. создавал костюмы и декорации, ставил шествия и пантомимы. «Главное в творчестве – это игра воображения», – говорил он. Р.Т. соединил и реализовал в своем творчестве обе свои мечты – живопись и танцы. Он оформил несколько танцевальных номеров для труппы великой балерины Анны Павловой, спектакли «Балетные труппы Монте-Карло» и постановки в Чикагской опере. Он создавал сценографию для музык-хола Фали-Перже, Кабары-Лидо, Лондонского оперного театра и Парижской гранд-опера. Все постановки пользовались огромным успехом. В 1923 году с немалым трудом, применив все свои связи, он выписал из большевистской России родителей. Отец, адмирал Тыртов, признался – ты был прав, отправившись в Париж. В период между двумя мировыми войнами Р.Т. работал в Америке со знаменитыми бродвейскими ревю. По его эскизам одевались самые знаменитые актрисы американского кино. Его чувство моды было уникальным. Еще в 1921 году Р.Т. первым представил платье с асимметричным декольте. Он предложил немыслимые для мужских костюмов бархат, шелк и парчу. Он проявлял свою фантазию во всем, даже в кулинарии. В 1931 году в одном из парижских кафе он представил десерт Р.Т. Александр Вертинский назвал это блюдо богов. Во время Второй мировой войны интерес к его рисункам почти пропал. В тяжелые военные годы утонченная красота графики Р.Т. не воспринималась. А после войны появились новые течения. В начале 60-х годов о нем помнили лишь немногие знатоки истории искусств. Он оформлял особняки и загородные виллы для богачей и аристократов. Увлекся скульптурой и созданием ювелирных украшений. Однако Р.Т. оставался верен себе и утверждал, что у истинной красоты всегда есть ценители, а у его творчества всегда будут поклонники. И чудо произошло. Уже в преклонных летах Р.Т. смог добиться возрождения своей карьеры и славы. Началом нового взлета стала выставка в Нью-Йорке. Выставка пользовалась феноменальным успехом. На ней были все знаменитости Нью-Йорка и Голливуда. Музей Метрополитен купил 170 работ. Имя Р.Т. снова гремело по всему миру. Вдохновленный успехом, Р.Т. перевыпустил свои ранние графические серии. Числа, 6 драгоценных камней, 4 сезона, 4 туза и алфавит. Рисунки стали столь популярны, что фрагменты серии стали эмблемами нового времени. В последние годы жизни Р.Т. ежегодно получал от продажи своих скульптур, рисунков и литографий доход около 100 миллионов долларов. Его работы приобрели крупнейшие музеи мира – Лондонский музей Виктории и Альберта, музей современного искусства в Нью-Йорке. Он создал 7 вариантов дизайна для бутылок коньяка Курвуазье, вышедших ограниченным выпуском. Его работами восхищались Джордж Баланчин и Энди Орхол. В 1976 году он был награжден Французским орденом искусств и литературы. В 1975 году Р.Т. выпустил книгу воспоминаний «Вещи, которые помню». Он писал, «Я с отвращением ношу одно и то же платье даже два дня подряд и ем одну и ту же пищу. Я всегда любил путешествовать, потому что это украшает жизнь. Монотонность рождает скуку, а я никогда не скучал своей жизни». До последних дней Р.Т. оставался неизменно элегантным, подтянутым, изысканно одетым. Безупречно сшитые классические костюмы, яркие оригинальные аксессуары, рубашки с яркими принтами, красочные шейные платки, оригинальный трикотаж и непременно обувь от самых лучших мастеров. Он выпустил роскошный альбом своих работ «Р.Т. в 90 лет», а затем «Р.Т. в 95» и «Скульптура Р.Т.». Ему было 97 лет, когда он оформил свой последний спектакль – бродвейский мюзикл «Звездная пыль». Р.Т. скончался в апреле 1990 года. Пригласительные билеты на свои похороны он заблаговременно оформил сам. Роскошный гроб был выполнен по его собственному эскизу. Красное дерево, отделанное цветочными венками в стиле ар-деко. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравился мой рассказ, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал «Стория Диарты». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!